Нужно обратить внимание, что здесь нужно искать хороших прорывных вещей в других вещах. В частности, вот как вот австрийская фирма, которая сейчас проводит исследование с рекомбинантным AC2, то есть это ангиотензин, конвертирующий энзим APF2, который является входными воротами для входа вируса через вальвеолах, в эндотелии, в клетках кишечника, в клетках печени. То есть везде, где он экспрессируется, вирус использует этот фактор в виде вот этих вот рецепторов, которые… То есть если мы делаем так, что вот есть искусственно синтезированный AC2 в виде растворенной формы, и мы будем его вводить туда, где происходит встреча вируса с человеческим организмом, происходит мощнейшее ослабление вируса. То есть мы его фактически инактивируем. И вот уже австрийские коллеги прошли уже стадию доклинических испытаний. То есть с 2017 года проводились исследования этого препарата в расчете на то, что может появиться такая вирусная инфекция, которая будет аналогична SARS 2003-2004 года. И поэтому здесь, конечно, надежда огромная. То есть если вот в этом направлении мы получим уже… Потому что на всех клетках, которые… На всех тканевых клетках, на всех тканях человека, где использовался этот рекомбинант на препарат, практически не происходит заражение клеток вирусом SARS-CoV-2. То есть вот это вот мы можем получить достаточно хороший препарат, который будет реально лечить. И здесь уже, я думаю, что дело, если все пойдет нормально, как у них идет, если верить их публикациям, то уже через несколько месяцев мы будем иметь лекарства, достаточно эффективно устраняющие вирус. Если мы научимся, если мы получим препараты, которые позволят блокировать либо репликацию вируса, либо вот те мощные воспалительные реакции, которые приводят к поражению ткани, к фиброзу легочной ткани, которые идут при коронавирусе, тоже все будет очень хорошо. Потому что вирус используют для вызова воспалительные реакции те рецепторные механизмы, которые у летучих мышек полностью отсутствуют. Поэтому эти мышки живут с этим вирусом совершенно спокойно годами, десятилетиями. И он у них не вызывает никаких проблем, потому что у них просто нет вот этого рецепторного аппарата. И предполагается, что вот это вот именно отсутствие вот этой цепочки воспалительных вещей каким-то образом связано с адаптацией летучих мышей к полету. Почему люди не летают как мыши и болеют коронавирусом. Поэтому здесь, конечно, есть безусловно огромные резервы для того, чтобы создать эффективные препараты, эффективные препараты для борьбы с коронавирусом. Но я очень сомневаюсь, что этими препаратами будут такие вакцины в традиционном смысле слова.